Я действительно верил в силу, в защиту крестного изнамения и крестов и прочее. И целовал, получается, иконы, кресты, все это. Но, понимаете, я в этом не видел никакого криминала, конечно, в то время. Я считал, что все-таки это же к Богу как-то возвышаемся. Тем более, что мозги промывали нам серьезно, еще с семинарской скамьи. Они промывали мозги, убеждая, что это не зло, это наоборот, Бог даже благословил это все хорошо. Это служение Богу. Вообще, пример обычно такой приводят. Парень любит девушку, имеет ее фотографию у себя, и целует фотографию, и умом перекидывается через образ на первый образ. И мы говорим, вот нам говорили так, что мы православные, мы даже если почитаем иконы, допустим, кресты, иконы, то это не ради самих икон, крестов, а ради первообраза. Мы мысленно перекидываемся на первый образ. Поэтому мы не идол поклонники, но-но-но. Поэтому нарушение заповеди Божьей нас не касается. Это те язычники, которые, если мы стуканом поклонялись, вот они, да, нарушители. А мы нет, мы мягкие, пушистые, белые, пушистые. Мы хорошие вообще. Вот, значит, но в девяносто шестом году все это славоблудие, оно просто рассеялось в моем разуме, знаете ли. Все это славоблудие религиозное. Как ни прикрывай, знаете ли, как ни молюй этого черта, он все равно таким и останется. Идолопоклонство, оно все равно есть идолопоклонство. Вот, и одним словом меня просто отворотило всего этого, знаете ли, просто отворотило. Вот, я и иконы не хочу целовать, и мощи вообще, мне даже просто противно стало представлять. Эти человеческие останки. Раньше целовал, замену душу целовал, значит, все, мне это нравилось. Знаете, мне это же нравилось, да в этом было какое-то, не знаю, какое-то переживание там. Вот, а здесь все, даже вот, ну не знаю, какие мощи не давай, оно мне не надо вообще. Вот, вот совершенно не надо вообще. И даром, и не даром не надо. Вот. И, ну, понимаете ли, вот почему тогда в девяносто шестом году я вышел из традиционной православной церкви. Потому что, понимаете ли, ну хотя сомнения были, я думал, ну, может быть, думаю, значит, может еще я самый умный, что ли. Может, на самом деле заблудился, может, надо, ну, как бы, на отчетку к старцам ехать. Вот, вот, ездил к старцам, ездил, значит, там, но чем больше ездил и общался, тем больше понимал, что, ой, этим старцам нужно самим на отчетку. Вот, знаете ли, вот, на отчетку. Вот, значит, потому что, знаете ли, то, что он ставится, это еще ничего не значит вообще абсолютно. То, что он всесоюзный батюшка со всего союза, там, ну, уже бывшего союза, к нему приезжают, там, Наум, Кирилл. Возле Наума был долгое время, он меня оставлял у себя в келье, значит, там, я у него там даже находился. Вот, но чем больше общался, ну, хорошие люди, ну, по-своему, хорошие люди, да, все, как бы, уважаю, но с истиной библейской, божьей, ну, никак не сравнить. Ни Наума, ни Кирилла, ни прочих этих вот старцев. Вот, знаете ли, я так рассудил, потом от Наума уезжал в последний раз из Загорска, Сергий Посад, может, называться уже, по-моему. Вот, значит, то, думал, ну, несчастные люди, вот, реально несчастные люди, вот, потому что спасение в Иисусе, а когда люди, вот, живут в плену своих вот этих, ну, как сказать, в своем мирку таком религиозном, в своей скорлупе какой-то такой, знаете ли, вот, и не выходят на Божий свет, печально, конечно. И чем больше ездил я, тем больше убеждался, что нет, это не мой путь совсем, вот, а мертвые гости целовать вообще не хотелось мне. Ну, вот, значит, и даже в Загорск приезжал тогда, значит, предпоследний раз, там, получается, там, все к Сергию Радонежскому. Я обычно сразу, у меня был свой уже маршрут уже излюбленный до того, я приезжал только в Лавру, сразу к Сергию преподобному, значит, сразу поклонюсь, поцелую, потом уже все остальные дела делаю. А здесь я уже подошел туда, к этому храму постоял, зашел внутрь, посмотрел, нет, вообще, мне даже ничто не екнуло даже вообще, вот, все, не хочу это целовать, мне не нужно мне еще, ни Сергию не нужен, мне только Бог нужен, все, мне только Христос, только все, только Иисус, все. И, знаете, и потом я так рассудил у себя уже на приходе, вернулся к себе в село, где был настоятелем храма, и думал, надо же, действительно, какие не были бы там известны, великие люди, это все равно люди, вот, и, а тем более, если умершие, там, ну, при всем уважении к светлой памяти, там, умерших этих, никто из них не мог быть моим, Господом, путеводителем моим. А Иисус жив, и Он мой Спаситель, мой Господь. Вот, и слава Богу, что тогда вот тоже и супругу поддержала меня, вот, и потом, и теща стала нашим сторонником, так, неожиданно, она ни слухом, ни духом, но батюшка уже ее, ее священник там, в их храме, он уже, ну, там, Поповское радио сильнее, чем Сирианская почта, чем Сарафанное радио. Как Поповское радио сообщает, молниеносно все, знаете ли, и ему уже сообщили, что да, что я уже, как бы, уже вот такой, какой-то сектант, значит, вышел, заявил о своем выходе, это же шутка, значит, взял и вот заявил о выходе. Ну, ладно, по идейным соображениям, знаете ли, вот, и теща, значит, готовилась там к причастию, там, неделю говила, все, вот, значит, он ее отстраняет от причастия. А почему? И за зятя свое, спроси, зятя, лучше. Как, я же ни слухом, ни духом, даже не знаю, что там, мы редко общаемся, вот, поинтересуйся, говорит, все. А так вот, а что же такое случилось, что же там, что же он натворил там, что меня даже от причастия отстранили, как бы, я здесь вообще ни слухом, ни духом, ни к ним боком припеком. Ну, вот, значит, и потом мы рассказали ей, думали, ну, уже, думаю, женщина такая пожилая религиозная, надо пощелить ее нервы религиозные, может, попозже как-нибудь расскажем о своем опыте, вот, значит, ну, пришлось ей сразу все рассказывать. Вот, она там поудивлялась, порассуждала, а потом, смотрим, Библию читает, вопросы задает, короче, ну, может, не во всем, но во многом я ваша единая. Единомышленница, говорит, теперь понимаю, что нужна реформа, слава Богу, потом другие стали православные тоже, быть единомышленниками нашими, слава Богу, ну, знакомые там какие, слава Богу. Так что, Бог во благо все обращает, действительно, во благо обращает наш путь жизненный, вот, и последние годы, чем я занимаюсь уже больше 20 лет, да, тружусь, как вот, реформатор, обновленец, Молюсь о том, чтобы, действительно, вот эта сила воскрешения, сила воскресения Христа действовала в церкви, чтобы отвратились люди от ложных, от лжи религиозной, обратились к истине, правде Божьей. Так что, друзья, поддержите в молитве, хорошо? Да. Потому что, когда христиане православные, вот, сама служба православная очень красивая, литургия, хорошо, пусть литургия, но без там молитвы к Богородице, к святым, к ангелам, только лишь Господу, чтобы молитва была, чтобы без идолопоклонства, без колдовства этого всякого, без нам молитвы за упокой, то есть, почистить от всяких этих бесовских вещей, и жемчужинка, жемчужинка, она сейчас в навозе всякого религиозного мракобесия, но она же жемчужинка сама, она же, сама прекрасно, красиво, вот, все, ну, что там, литургия, там, акафисты многие прекрасные, я даже взялся сам некоторые вещи переводить, редактировать, вот, и, кстати, первым, кто меня надоумил на этот труд, опять-таки, тот же самый Любомир Гузер был как раз, вот, но он редактировал там украиномовные эти тексты, вот, думаю, почему бы не сделать то же самое на русском, ну, да еще больше еще, еще дальше еще пойти, знаете ли, чем шел Любомир и отцы-воселяне там, значит, во Львове надо, чтобы было евангельское осмысленное служение, такое вообще красота, так что, друзья, так что скажу так, у меня есть мечта, да, как Мартин Лютер Кинг говорил, великий такой американский реформатор был, баптистский пастор, баптистский проповедник в Атланте, в Джорджии, вот, и у меня есть мечта, его знаменитая речь такая, вот, проповедь, вот, и он писал гимны некоторые, вот, один из гимнов мы даже одно время, у нас, он стал как гимн тоже нашего братства даже, братья вот так воспринимали, по крайней мере, надо будет, наверное, возобновить это пение, Слова, потрясающие слова этого гимна. Силою от Бога, верою от Бога, ты преодолеешь все, Иисус Господь наш, Иисус Господь наш, С ним преодолеем все, В сердце моем вера сильна, С ним преодолеем все. Аминь. Слава Иисусу Христу, Спасителю нашему. Аминь. Да, друзья, и, конечно, много разных традиций, опасных вещей духовно, но самое главное, весь яд змеиный, он в ничто превращается, в ничто просто-напросто, Если мы взираем на начальника веры, на совершителя веры Иисуса Христа. Поэтому панацея для церкви, любой, и для православия в целом является сам Иисус Христос. Сам Иисус Христос. Об этом молитесь, друзья, вот, и так сами живите, взирайте на Христа, взирайте на Иисуса, Потому что в нем, во Христе, Бог примирил весь мир. Только в нем есть это примирение, только в нем есть спасение. Первые апостолы, первые наши старшие братья и сестры, да, Эту веру свою они исповедовали, вот, по-настоящему символ веры апостольской, он такой, в деяниях записанный. Нет другого имени под небом, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Друзья, вот этот символ веры. С этим символом веры мы живем. И сегодня, сейчас, и в наш век, когда, как говорится, космические корабли пороздят просторой вселенной. Нет ни в коем другом спасения. Даже будьте там, хоть на околоземной орбите, или в глубокой шахте, там, где бы то ни было. Иисус Христос, Спаситель Господь. Аминь. Так что, друзья, братья и сестры, благоставляю вас. Вот, молюсь за вас, благоставляю вас. Вот, трудите здесь, короче, на. Вот, надеюсь, еще раз уже увидите вас. Вы уже, скорее, сделайте вот этот зал. Будем молиться за вас. Я, следующее воскресенье, получается, буду себя проповедовать в церкви. Вот, как раз и расскажу. Ну, я и перед тем еще расскажу, конечно, братьям, вот, об этой поездке. Но, а там прямо на служение расскажу. Да, и, дас Бог, покажу кое-что. Вот, значит, фотографий масса с этих, значит, поездок, с этой поездки тоже. Вот, значит, и будем молиться тоже. И за вас, в том числе, молиться. Спасибо, Господи. За ваше служение. Вот, за, действительно. Спасибо. Хорошие вы, да, братья. А мы за вас будем молиться. Какие-то вы особенные, слушайте. Нет, ну, согласитесь, вот в каждой церкви своя какая-то атмосфера. Какая-то своя такая, какой-то микроклимат какой-то свой. Какие-то свои, не знаю. Особенные. Вы какие-то интересные вообще. Отличаетесь. Да, слава Богу. Да, это хорошо, да. Вопрос. Да, пожалуйста. Я бы сказала, что мы с вашей путь пропущем такой ответ. Вот, когда умирает человек, да, вот обеды, потом проходную люди пытаются делать, потом отмечать, вот 9 дней, там 40, вот, вот, ответьте на этот вопрос. Ну, зачем делаете, да? Да. Все блюдо меня злойся. А почему? Не, ну, вообще, это традиция. Традиция и церковная традиция, и народная православная традиция. Вот, вообще, это учение бесовское, если так по большому счету брать. Да. Вот, потому что, вот, до 10-го столетия, получается, да, первых 900 лет, больше даже, христианской истории такого учения не было вообще в церкви. Вот. За 48 лет до крещения Руси, Украины, вот, началось вот такое учение в церкви, на востоке, в православии. Началось там все со снатного монаха. Вот, и потом пошло-поехало. Вот, на востоке вначале, а потом на запад перешло это учение тоже. Вот, что там есть дни такие, особенные дни, вот, значит, для умершего человека. Вот, не знаю, я подробно об этом рассказываю. По истории христианства есть семинары. Рекомендую. Вот, как пастор рассказывал, да, вот, семинары. Есть записи старые, есть новые. Там я подробно рассказываю, как это все происходило. На самом деле, эти учения, они не имеют ничего общего с христианством, на самом деле. Они, как бы, привнесенные извне. Ну да. Да, знаете, это как, скажу так, что, на мой взгляд, это просто плагиат, знаете, религиозно-плагиат. Вот, что, скорее всего, вот эти древние, эти, бавилонские всякие там книги эти, просто их переводили тогда, вот, и выдавали, как бы, за христианские какие-то там уже откровения, какие-то, не знаю, учения. Вот, а на семинаре, значит, я рассказывал, на доме Хлеба в эти дни, что, вот, что послужило вот смешанию христианства с язычеством, да, собственно, подчиненность государству. Это цезарепопизм. Из-за антисемитизма и цезарепопизма вот такая катавасия произошла. Смешание, был политический заказ на смешание христианства с язычеством. Ну, это было и до христианской эпохи. В Риме, допустим, вот, Римская империя, Большая империя, да, была масса религий. Там богов было много, еще из истории, помните, наверное, да, со школьницами, там даже был храм всех богов, пантеон такой назывался. Там можно было прийти и помолиться, там, любому богу на любой вкус и цвет вообще. Вот, значит, пожалуйста. Но у них были такие правила у римлян. То есть, ну, империя-то огромная, понимаете ли. Вот, и духовное ведомство их не было, там, довольно такое, пестрое. И вот, если какая-то религия, она становилась такой весьма популярной, как бы, да, известной, они называли это католической, значит, всеобщей, вселенской, как бы, религии становилась. То есть, религии большинства населения. То тогда эта религия претерпевала сразу же какие-то определенные изменения. Во-первых, ее верховным жрецом уже был сам государь-император. Во-первых. То есть, она становилась Цезарь Попийской. До того она была самостоятельной, более-менее. Но когда она уже объявлена была уже официальной уже католической религией, допустим, метроизм, родилась религия не так давно, а тогда она, ну, допустим, во втором веке, так вот, она стала известной в имя. Вот, но буквально за сто лет она такой стала популярной, что по всем провинциям храмы стояли Богом Митре и, в общем, молились ему. Ну, и сам государь-император объявил себя верховным понтификом, в том числе и вот метроизма. Вот. И второе изменение было, что раз она уже католическая, раз эта религия вселенская, значит, в ней обязательно должны быть элементы прежних религий Рима. Элементы, узнаваемые другими гражданами. Поэтому, в принципе, христианство пошло по этому же пути. В четвертом веке Константин, это такой антихрист был, древний тот, четвертого века, и его мама, ну, они были, ну, один другого стоили. Вот. Два антихриста были в одном. Вот, значит, и, вот, и Константин и Елена, они какое зло, самое страшное зло сделали? Вот эту модель цезарепопизма, они на христианство перебросили. То есть, христианство объявлялось, по сути, ну, государственной религией и подчиненной государству. Даже у Константина был такой вообще хитроумный план. Ну, не суждено было всему этому осуществиться. Но хотя, то, что они сделали, оно имело последствия. И постепенно, через сто лет после Константина и Елены, такие ереси пришли в жизнь церкви, что там диву даешься вообще. То есть, изменения были колоссальные в христианстве. Понимаете, а ведь Иисус говорил, предупреждал от Иисуса, да, что кесарю кесаревы, да, цезарю, цезарь, получается, да, а Богу Божьим. Что нельзя смешивать эти вещи вообще. Вот, что, ну, вот так вот произошло. Поэтому, вот, то, что в 10 веке, вот, вот эти доктрины, такие ложные учения, такие, по поводу, там, вот, есть такая книга, «Матарство блаженной Феодоры» называется. Вот, это один из, ну, таких шедевров, такого, мракобесия религиозного. Вот, скажу, что, да, это вот очень опасная книжечка такая, но в православии традиционно весьма популярная. Я когда-то защитывался ей, когда-то, последние эти 20 лет я просто разоблачаю вот такие ереси, потому что невозможно поверить вот этим измышлениям, и, то есть, нужно верить либо вот этим бесовским учениям, либо Божьим учениям, либо Евангелие, либо вот это вот анти-Евангелие. Вот, и в семинарах по истории христианства я подробно об этом рассказываю, там, на самом деле, там серьезные вещи. Вот, и я уже не делаю таких вещей давно уже, вот, и наоборот, не только сам не делаю, но еще и, наоборот, отваживаю народ. Потому что, ну, должны люди, на самом деле, узнать правду. А правда – это сам Иисус. Сам Иисус. Все, так что. Да, друзья, молитесь, хорошо. Вот, прошу, это серьезное очень мчение, серьезное служение. Томас – это возглавь или козлу? Трудно сказать, прогнозировать очень сложно вообще, или добру, или козлу. Томас, чисто политически… Томас – это документ, официальный документ о признании, как бы, независимости национальной поместной церкви. Ну, так, можно так назвать. И, как политический документ, это очень важно для Украины, особенно вот в этот переломный момент. Это очень важное деяние, и очень важно для, вот, государственности даже, украинской, скорее даже. Поэтому, в принципе, вот, это, считаю, большое достижение, на самом деле, вот, последних вот этих, там, десятилетий. В принципе, для Украины сегодня поворотный момент вообще в истории, вот, реально поворотный момент. И вот, и одно из знамений – это вот, как раз тот самый Томас. Но, с другой стороны, Томас – это палка в двух концах. С одной стороны, это, как бы, с точки зрения государственности, да, это, как бы, достижение, и это очень даже хорошо. Вот, и независимости церкви – хорошо. Но, с другой стороны, палка в двух концах, почему? Потому что этот же Томас, он служит на практике подчинение национальной церкви, национальному государству. И служение национальным интересам, которые ставятся выше, чем интересы у Царства Божьего. На практике всегда так получается. Но у Украины есть шанс не сделать так, не наступать на это. А почему? Потому что есть вектор движения на Запад, евроинтеграции. Если этот вектор не изменится в ближайшее время, то, я молюсь, чтобы не было таких изменений сейчас, этого курса слишком, а то будет все зашкаливать все в Украине. Знаете ли, религиозно-политически. Так вот, если вектор не изменится, евроинтеграции, то тогда есть шанс, что этот Томас не сыграет роковую роль для Украины. Плохую роль не сыграет тогда. Потому что евроинтеграция подразумевает именно демократизацию, свободу и нерелигиозное государство, однозначно. Даже если религиозное большинство населения, но само государство нерелигиозно. И для церкви это очень даже хорошо будет. Да, перспектива огромная. Потому что тогда действительно записанные в конституцию эти свободы, они будут реализованы. Это хорошо. Но если, к примеру, ну всякие сейчас тоже разные варианты есть дальнейшего развития Украины. Если вектор изменится на восток, вот, к Москве, не дай Боже, вот, я вам честно говорю, не дай Боже. Вот, но тогда Томас сыграет очень плохую роль. Очень плохую роль, тогда у Томаса будет, скажу так, очень плохая роль именно в изоляционизме, именно в, по сути, уничтожении здесь здравого христианства. Да. Вот, это очень печально будет тогда. Вот, поэтому, вот, знаете ли, церковь все-таки должна понимать, что с Томасом, без Томаса, неважно. Что приоритеты интереса Царства Божьего для нас должны быть. Царство Божьего. Это не государственный интерес, это не интерес, национальный интерес. Есть высший интерес, Царство Божьего. И вот поэтому, скажу так, есть для нас, вот, Томас Иисуса Христа. Аминь. Томас Бога самого. Вот, это самое важное, самое определяющее. Вот, и я молюсь о том, что, конечно, я переживаю и за Россию, и за Украину переживаю, но сейчас такое, знаете ли, что нам лучше, вроде, порозней, вроде быть, легче. И для России это лучше будет, и для Украины будет лучше. Вот, но я верю в будущее, я верю в то, что действительно и Россия, и Украина будут духовно пробужденными странами. И многие в России, я же тоже тружусь в России, последние эти годы тоже, но хотя сейчас все сложнее трудиться, становится последние годы уже, ну, не хочется о плохом, но часто подвергаюсь и арестам, и допросам, и обыскам, и, значит, там, и судили меня раз там в Петербурге, значит, присудили денежный штраф. Сейчас там завели дело уголовное, второе завели, то есть, короче, ну, выживают, выживают так вот, значит, аккуратно, но очень четко выживают с Россией. Но я же не поддаюсь таким провокациям. То есть, если Господь скажет уехать, и больше в России не трудиться, я, я, да, в России есть, все, вот, но пока Господь это не говорит, у меня труд есть и в России, и в Украине, и в Белоруссии, и в Грузии, в других странах бывшего Союза. Вот, и молюсь и об Украине, и о России, и вот поэтому вот эта война, длящаяся уже 5 лет, знаете, для меня это ножом по сердцу просто вообще. Вот, здесь в Украине хотя бы, знаете, вот, тоже народу сколько похоронено уже, вот, страшно. Сколько сирот, там, да, значит, там, сколько вдов, в России что же не меньше, вот, просто об этом не говорят, и даже запретили говорить теперь об этом. Там, раньше хотя бы можно было говорить еще, еще лет 5 назад об этом можно было говорить, а теперь даже говорить нельзя уже, даже, только шепотом. Встречаешь, там, в разных городах бываю, подходит, там, молишься, вот, вот, у нее муж, там, погиб, вот, на Донбассе где-то, вот, поехал, вот. Кто-то за деньгой поехал, кто-то за идеей, ну, по-разному, кто-то просто по пьяни, вот, всякие, всякие истории, там, наслушался такого всякого. Вот, знаете ли, и всякие, и идейные, и за деньгами, и, 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 и просто по пьянке, вот, реально, ребята попадали по глупости вообще, вот. От военкомата ходят, там, ФСБшники, значит, и эти вот, и представители военкомата, там, по дворам прям ходили, вот, так, еще несколько лет назад, значит, и молодежь, просто собирали молодежь. Кто пойдет, а хохло убить, кто пойдет? А там они уже, там, уже маленько подвыпившие, им ящик пива ставят, значит, там, а, давай, запишемся, запишемся, короче, все. А на утро уже их забирают, уже, значит, но, чтобы они, как бы, не очухались, им еще на каждом, перед вагоном, значит, билеты выдают им уже, вот, значит, туда, вот, значит, и ящик водки еще, чтобы им было весело. А там, вот, вам будут и водка, и баба, и все, значит, и, короче, езжайте только, только езжайте. Вот, и там, значит, потом один товарищ рассказывал, уехали, и с концами ребята вообще, ничего, ни ответа, ни привета, ни писем, кто они, где они, что они, вообще, вообще, даже, прошло-то, может, пару лет, где они вообще, и никого нету. Хотя, женщины-то, местные, эти вот, бабушки, там, эти довольные, наоборот, вот, эта пьяность меньше стала теперь, значит, и туда, всех, куда-то, вот, да, куда-то, в ту сетку, куда-то отправили, да. Понимаете, значит, но, но всем даже если пьяница, человек, понимаете, вот, его как пушечное мясо туда, вот, отправили, вот, страшно, конечно, страшно, вот, и общаешься, когда молишься за людей, вот, и узнаешь, да, что, вот, она одна, вот, да, значит, ребенок, вот, и муж где-то там сгинул, и с концами, и все, и неизвестно, живой, не и живой. Вот, 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 любая война, она чем страшна еще не только самими даже боевыми действиями, она оставляет шрамы, значит, на поколение. Любая война, она оставляет шрамы на, не просто даже, там, даже если она прикатится, сегодня, к примеру, она прикатится, если еще десятилетиями будет болеть все это. Дети войны, инвалиды, покалеченные, это, поэтому для, даже для христиан, скажу так, с момента прекращения боевых действий, с прекращения войны, работа только начнется, самая основная работа только начнется. Потому что впереди труд евангельский такой, потому что только Господь может вот эти раны исцелить. Я на практике-то знаю, что только Бог мог это исцелять и может исцелять на самом деле. Вот, ну, я молюсь, вот, молюсь и, знаете, меня уж там по телевизору показывали в России уже, там, программы сняли, что я там правый сектор, там, значит, там, ой, короче, татары-жиды-бандоровцы мне назвали, там, короче, как только не назвали. Ой, да, там такое было вообще, значит, я же по матери татарина храл, по Цуилий, вот, а так, не знаю, кто же, кто же, кто же, я вообще, кто же, я не знаю, вот, обозвали татары-жиды-бандоровцы, ну, короче, ладно. Ой, ну, стал ужасом своей семьи, наверное, ну, прежней, потому что дедушка, бабушка мои были ветераны ЧХМКВД, вот, и для, значит, есть потомственных, там, неверующих, вот, и, ой, короче, два страшных слова было у дедушки, говорит. Я не помню дедушку того родного, я помню другого русского, русский у меня большой дедушкой, но не родной, вот, а того еврейского дедушки я даже не помню даже, но у него было только два слова страшных таких верующих, одно было, второе бандеровец. Вот, я стал в воплощении мужа со своего дедушку, я не знаю, теперь, это точно живущий на небесах посмеялся, знаете, вот, ну, потому что, как это мой, могло быть, я не знаю вообще, Бог знает, когда, но самое главное, знаете, что, что Бог во Христе, Он действительно весь мир примирил, весь мир всех, 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 и Бандеровцев, там, и всех, 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 и Путинах, и Порошенков, все, 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 вот, просто многие, большинство людей об этом не знают, об этом примирении, не знают этого просто, но когда узнают люди примирение во Христе, о, все меняется, даже самый негодяй становится овечкой, там, когда вот приезжал этот, как его, Борис этот, Пилипчук, у нас свидетельствовал, бывший милиционер, он сейчас где-то живет, даже не знаю, где он сейчас, в Америке, что ли, по-моему, там уже где-то живет, да, да, евангелист такой, он же в 90-е годы еще покаялся, а он был этим ветеран тоже, боевых действий каких-то там, слышали его свидетельствует, нет, ну, он такой садист был, значит, он, как это называется, спецназ, или как там, и в милиции работал, вот, значит, и вместе с товарищами, они там просто ездили, где ж там они жили-то, я забыл, где-то в Западной Украине уже, туда, вот, у него были товарищи двое еще, тоже милиционеры, тоже спецназ какой-то там, милицейский там, значит, и у них были приступы вот этого бешенства, какого-то гнева, ярости, да, и когда вот уже чесалось у них же все уже, руки-то, то они просто в машину садились, вот, Бобик, и ездили просто там, в Хмельницкий, что ли, где они там ездили, короче, и какого-то находят, находили там, какого-нибудь там, бродягу, вот, и забирали его, и отвозили к себе там отделение, короче, и, ну, забивали его там, ну, чаще до смерти даже забивали, а потом списывали, там у них был свой там и, ну, все схвачивает, и патологоанатом, и все, короче, списывали человека, как мясо просто, и все списывают, вот, значит, и кого-нибудь забьют до смерти и отпускают их, вот, на неделю, на месяц там по-разному отпускают, а потом опять все, вот, они, вот, реально, если вот кого-то не забьют просто, или не покалечат, или не убьют, то уже он и спать не может, и все у него, у него просто, вот, один раз жену избил, вот, да и избил так, что она, значит, она уже верующая, она, кстати, жена его первой покаялась, да, она раньше покаялась, она видела его вот эти приступы страшные, хотя он ее так, ну, не цеплял, но она видела что-то очень страшное, вот, как будто не он, глаза не его, как будто, вот, как будто речь не его, то есть он сам не соображал уже даже, вот, и, значит, и она стала Бога искать, короче, вот, с верующей познакомилась, вот, значит, покаялась, там все, а он, когда ему рассказали, что она ходит там в церковь, у него как раз этот приступ начался, и он, короче, ее избивает, и, представляете, значит, врач сказал, что это, значит, несовместимы с жизнью, короче, удары были, там все порвалось там внутри, вот, то есть она должна была помирить, она не померла, вот, и за нее молилась церковь, вот, и не только там их церковь молилась, а еще и в Мариупольске за нее молились, там, пастор Николай, кто-то еще там приезжал, не помню, то есть разные служители приезжали, молились, вот, и церкви разные молились за эту женщину, и даже врач потом сказал, что это не может быть, но, вот, она выжила, вообще, вот, вот, хотя не должна была выжить, по их пониманию, вот, а потом и он сам покаялся, ну, не сразу, но покаялся, вот, и, и когда, вот, Бог, ну, совершил в нем чудо такое, да, перемены, был волком таким, значит, да, значит, стал ягненком, вот, вот, и он, как евангелистом, и все, все, значит, проповедуют, плачут, вот, Евангелие Иисуса Христа, и все это, вот, и, знаете, вот, только Бог может сделать из волка ливенка, вот, только Бог может сделать из хищника, да, человека, вот, и Бог возрождает свыше, перерождает человека, любого человека, вот, и слава Богу за все, пусть Господь благоставит, молюсь за вас, благоставляю вас, друзья, отец, благостави братьев, моих сестер, благостави Господь во имя Иисуса Христа, благостави Господь по богатой своей милости, ты действительно все могущий Бог, тебе вся слава и хвала, благодарю тебя за жизнь, ты во Христе примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения, дал нам слово примирения, Господь, спасибо, спасибо Господь за все, благосновен ты, Царь наш, благосновен Господь, пусть Господь и Иисуса сияет в церкви, в сердцах верующих, в устах христиан, пусть имя Иисуса звучит и прославляется, во всех ветвях христианства, во всех конфессиях, в детоминациях, в разных течениях, направлениях, пусть имя Иисуса сияет, молю тебя о православии, из томоса на без томоса, всякое, каноничное, неканоничное, Боже, пусть славится имя Твое, имя Иисуса Христа, в православии, и во всех других ветвях христианства, пусть люди возрождаются, перерождаются духовно, спасаются, Благослови Господь, благослови Ковачуны, благослови Господь Божий, кривой рог, кривас, Божий, пусть прославляется имя Твое здесь, в этом регионе, и во всему лицу земли, Господь. Благослови Господь. Спасибо. Аминь. 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 Хорошо. И, Саша, спасибо. И, Церковь, давайте просто согласимся, помолимся, молитва благословения, Заратство Сергия. Аминь. Аминь. Отец и Бесный, Господь, мы благодарим Тебя за служение нашего брата, Господь. И мы помазываем Его Твоей святой кровью, Господь, и мы молимся. Господь, используй Его во имя Иисуса Христа для Своей славы, Господь. Используй Его мощно, Господь, во имя Иисуса. Мы право сглашаем Твою защиту. На Нем, Господь, на Его семье, Господь, на Его служении, Господь, во имя Иисуса, на Его церквях, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Отец, и мы молимся, чтобы просто через Него Ты разбивал эти твердыни, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы эти цепи, эти времена, Господь, они просто слетали с разума в людей, Господь. Аллилуйя. Господь, чтобы Ты просто наполнял сердца людей, Господь, через Его, через то Слово, через, Господь, то послание, которое Он провозглашает во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Господь, мы также особенно молимся, чтобы Ты использовал Его в нашей стране, Господь, в Украине, во имя Иисуса. Аллилуйя, Господь, сражаясь просто против всех врагов поднебесных, во имя Иисуса Христа, Господь. Аллилуйя. Господь, чтобы всякий религиозный дух, Он был повержен и поражен во имя Иисуса Христа, Господь, неси через Него истину, Господь. Аллилуйя. И эта истина, она будет захрушать предыния, Господь, она будет приносить прорыв, Господь, в города, Господь, в области, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя. Благодарим Тебя, во имя Иисуса, прославляйся через Него, Господь. Аллилуйя. Вся слава-то будет только Тебе, Господь. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Хорошо, друзья, слава Богу Основную мысль еще раз повторю Самое главное во Христе, друзья Дело не в церкви, не в течении, не в динаминации, а в Иисусе Христе Аминь Хорошо, давайте помолимся коротко за нужды Помолимся молитвой благословения Я корзину, если можно И будем заканчивать И, может, тоже, если у кого еще вопросы, будет некоторое время подойти и спросить Хорошо? Аллилуйя! Небесный Отец Мы также молитвой согласия отдаем тебе, Господь Все эти нужды, эти записки, Господь Все эти ситуации, Господь Аллилуйя! Господь, ты силен А все совершит, Господь Нет ни одной болезни, ни одной ситуации, Господь Которая может остановить тебя И мы провозглашаем, Господь Потому что ты дал нам власть, Господь Наступать на змеи скорпионов, на всю силу вражь И, Господь, мы провозглашаем Твою победу в каждой из этих ситуаций, Господь В каждого из этих людей Во имя Иисуса Христа Аллилуйя! Господь, и мы также благословляем друг друга Благодарим Тебя за это время, Господь Аллилуйя! Господь, и воздаем Тебе, Господь, на этом месте Всю славу и всю честь И все, кто верят, да скажут Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Хорошо, друзья! С миром Божьим! Кто нуждается в молитве Подходите также Нужно еще иметь общение Слава Богу! Да, слава Богу! Благословляю всех вас Во имя Господне! Аллилуйя! Все Слава Богу! Да Так что, вот такое служение Здесь В Кривом Роге Корочуны Так что Это церковь Дом Хлеба Напоминаю Кто Позже будет смотреть Пусть Господь благословит Всех вас Во имя Иисуса Христа Так что Из Кривого Рога Так Сейчас я посмотрю Так С Богом